Мне нравится благословлять. Я часто делаю это в своих видео и в общении с людьми. Иногда я просто говорю им, я благословляю вас. А иногда я делаю это без их ведома, потому что благословение это энергия и вибрация, которой может делиться каждый из нас. И это очень, очень мощная энергия. Например, когда вы желаете кому-то благополучия, вы говорите этому человеку, я желаю тебе всего самого лучшего. Это вибрация и энергия. Вы можете выразить это словами, вы можете обратиться к человеку лично. Например, сказать своему другу или близкому человеку, я желаю тебе всего самого лучшего. И это будет вибрация и энергия. Но есть более глубокая вибрация и энергия. Она возникает, когда вы именно благословляете этого человека. Когда я использую слово благословение, я не вкладываю в него религиозный или духовный смысл. Я говорю об энергетических вибрациях вселенной. Когда благословляешь людей, происходит нечто удивительное. Прежде всего, это означает, что вы устанавливаете связь с энергетической паутиной мироздания, а у вас есть способность взаимодействовать с вибрациями энергии. Не просто надеяться, что у них все будет хорошо, не просто желать им добра, а реально активировать энергию и вибрацию, благословляя их. Но для этого вы должны установить эту связь. Вы должны верить, что вы связаны с энергетической паутиной всей реальности. Когда благословляешь, ты чувствуешь эту связь. Поэтому это очень мощная энергия. Для начала вы можете просто попробовать это делать. Попробуйте перейти от простого пожелания к благословению. И, разумеется, вначале вы будете чувствовать себя немного неловко или будете сомневаться в том, что это работает. Но с течением времени вы начнете чувствовать, как благословение исходит от вас к другому человеку. Этот человек получает благословение. Он наполняется этой энергией и вибрацией. Благословение. Это такая красивая связь. Иногда я вижу какого-то человека в супермаркете и по какой-то причине мне хочется его благословить. Это занимает две-три секунды, может быть, десять секунд. Я смотрю на этого человека и говорю про себя негромко. Я говорю, я благословляю тебя. И я чувствую, как благословение исходит от меня к этому человеку. Это очень красивое действие. Это создает между нами связь. И подсознание это замечает. И в этом заключается еще одна потрясающая особенность благословения. Много лет назад я обнаружил, что подсознание не различает, когда вы критикуете или осуждаете других от критики самого себя. И поэтому на своих занятиях я рассказываю, что если у вас есть привычка постоянно критиковать и осуждать других людей в слух или в мыслях, если вы критикуете, придираетесь к людям, ваше подсознание подхватит эту привычку и начнет разрушать вас. Это обернется против вас. Вот почему я говорю, никогда не критикуйте других людей. Если они поступили нехорошо, следует указать им на это. Но пусть это не станет вашей привычкой. Не впадайте в критику, потому что подсознание подхватит эту привычку. Благословение – это полная противоположность осуждения. Благословение приносит добро в жизнь других людей. Прелесть благословения в том, что оно не требует конкретности. Вам не нужно говорить «я благословляю вас и ваши финансы» или «я благословляю вас, чтобы вы могли справиться с болезнью». Вы позволяете энергии благословения войти в этого человека, и благословение само находит пути и способы ему помочь. Но дополнительное преимущество, конечно же, заключается в том, что когда вы благословляете других людей, ваше подсознание начинает благословлять вас. Итак, благословляя, мы устанавливаем очень глубокую связь с другими людьми. Это связь от сердца к сердцу. И в то же время это энергетическая связь. Это наша связь с энергетической паутиной всей реальности. Поэтому это очень мощная энергия. И она приносит огромную радость. А потом это станет привычкой. И вам захочется благословлять других снова и снова. Именно поэтому вы можете заметить, что я часто благословляю. Я делаю это часто на вебинарах и в своих видео. И вы тоже можете попробовать. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!